Обращение подписали организации, объединяющие сельскохозяйственных производителей. Инициаторы обращения к правительству утверждают, что при установлении бесконечных ограничений чаще всего мнение сельских жителей не учитывается. Зато в процессе принятия решений прислушиваются к некоторым деятелям, у которых нет реальной связи с деревенским укладом жизни. Населян пытаются взвалить вину за то, к чему они реально не имеют никакого отношения. В обращении, например, указывается, что большинство загрязнений происходит в результате жизни городов. Тогда как ответственность пытаются приложить на плечи именно жители деревни. Тем не менее, именно ежедневная работа жителей деревень и прибрежных регионов помогает спасти природу от разрушительного влияния современного гражданина. И именно нелегкий сельский труд гарантирует стране уют, тепло и пропитание. И вот здесь, по мнению инициаторов, правительству необходимо уделить особо пристальное внимание. Если мы говорим о деревенских жителях, о фермерах, то сейчас гуси, которые количество увеличилось, они в течение нескольких часов могут съесть практически всю работу сельскохозяйственника, который, соответственно, осенью посадил, по примерным отчетам уже эти проблемы, скажем так, суммы набегают до 10 миллионов, они тоже в достаточной мере не компенсируются. В этом году на две недели был запрещен отстрел волков, когда это было необходимо. В течение всего года тысячи овец были съедены, 50 собак. Были очень опасные встречи людям с волками. У нас в обществе возникла тенденция, что, дескать, рост популяции животных негативно влияет на изменение климата. Но почему-то сторонники этой версии упускают тот факт, что у разведения животных очень важная роль в круговой экономике, гарантировании продуктов питания, удобрении почвы и также сохранении ее плодородности и биологического разнообразия среди насекомых, птиц и растений. Вызывает недоумение, по мнению авторов послания, что у нас не разработана политика пользования землей сельскими ресурсами, которые позволят гарантировать необходимый продовольственный запас. Зато ограничений множество, хотя прежде чем их устанавливать, даже не пытаются толком оценить их социально-экономическое влияние. Сельские труженики также указывают на излишне жесткие требования, которые устанавливаются. У нас они зачастую выше средних требований по Евросоюзу, которые без того считаются довольно жесткими. Мы внимательно изучим ваши обращения. Правительство разработает свои предложения, и я думаю, что в течение месяца мы снова встретимся и обсудим различные варианты. Остается надеяться, что Кабинет министров действительно обратит свой пристальный взор на проблемы сельскохозяйственного сектора, поскольку эта сфера вносит посильный вклад в экономику нашей страны. Вот только тем, кто в ней работает, кажется, что из их труда вытягивают все ресурсы, не давая взамен практически ничего. Или очень мало. Сергей Овченков, Март Энло, Новости Таллина.